Всем привет! Вы находитесь на канале Алена. И сегодня мое видео посвящено заказу от компании Фаберлик по каталогу номер 8. Быстренько пройдусь по дому Фаберлик. Это очищающий гель для туалета. У них он недавно с эффектом лимона 5 в 1. То есть очень хорошая вещь. Вы знаете, шикарно все отмывает. Мне он очень нравится. Заказываю себе. В общем-то его уже второй раз взяла в запас. В этот раз была цена хорошая. В следующем каталоге, кстати говоря, цена на него будет не очень хорошая. Уже будет дороговато. Следующее, что я заказала, это шампунь Биарктик. Мой любимый. Это для слабых и поврежденных волос. Даже не знаю, как лучше, что-то плохо фокусируется. Ну, в общем-то, те, кто не пробовал, я вам, девочки, очень советую попробовать. Очень хорошо отмывает волосы. Все шикарно. Просто единственное, что могу сказать, знаете, все-таки вода у всех разная. У некоторых она помягче, у кого-то пожестче. И поэтому получается, что многие говорят, что для них плохо. Ну, попробуйте. Очень хороший шампунь. Следующий шампунь из этой же серии, что я заказала для себя, это тоже Биарктик. Для тонких и лишенных объема волос. С маком, экстрактом. Вот такой вот шампунь. Упустила дом Фаберлик. Это был водный спрей. Ну, я уже тоже неоднократно очень много о нем рассказывала. Что могу сказать? Эта упаковка все-таки мне нравится меньше. Во-первых, ну, конечно, по цене она приятнее. То есть, вы понимаете, что это не так дорого, в районе 100 рублей. В общем-то, это коммерческий ход всех компаний. Вы сами видите, для того, чтобы не поднимать цену, а как-то ее упускать, многие делают что? Они уменьшают объем. То есть, если мы раньше покупали, знали, что пакет, допустим, сахара или гречки, что-то как мы покупали, он стоил четко килограмм. Пакет был упаковка килограмм. Сейчас надо всегда смотреть. Кажется, низкая цена, но там может быть уже даже не 900. А я тут, знаете, была поражена 820 грамм. Но, в общем-то, надо понимать, что это делается специально, чтобы вроде как цена не повысилась, а на количество мы можем не обратить внимания. Чем мне еще меньше нравится этот флакон, то что он не прозрачный. Все-таки я, конечно, понимаю, что может он лучше там все стоит, лучше сохраняется. Может быть, ничего не могу по этому поводу сказать. Я не покупаю больших запасов, у меня нету таких запасов. Я покупаю по мере необходимости. Но мне все-таки приятнее, когда видно, есть там еще или нет. То есть, я чувствую, конечно, если вот так его потрясти, да, там есть много-мало. Но все-таки, согласитесь, приятнее, когда ты видишь. Значит, что следующее, ну, сами понимаете, жарко. У нас жарко, Москва, Подмосковье вообще очень жарко. Дождей практически нету. Было несколько дней, чуть похолодало. И опять, я вам могу сказать, началась жара. Вот как бы мне вот плохо фокусируется все-таки. Очень плохо. И, в общем-то, заказали два увлажняющих, две увлажняющих воды. Это розы и сандал. И пионы лилия. Вот две таких. Что могу сказать, я себе не заказывала. Я себе пионы лилию заказывала гель для душа. Ну, как бы, мы использовали его. Не могу сказать, что я была в восторге. В общем-то, желания заказать второй раз у меня не возникло. Поэтому аромат пионы лилия, наверное, просто не мой. Пионы мне нравятся, как пахнут. Лилия, честно сказать, не очень. Сочетание мне не понравилось. Особенно на коже. Поэтому я, конечно, себе не заказывала. Это вот у меня девочка заказала. Вот такие вот. Вот, кстати говоря, вот так видно очень хорошо. А, любимые влажные салфетки. Сегодня не получается. Простите мне, пожалуйста. Вот прям дом Фаберлик. Просто я сразу достаю из коробки. Честно сказать, спешу. Хочу быстренько выложить видео. У меня есть интересные несколько вещей. В конце я вам их прям покажу. Экспресс-салфетки. Опять же, кто не знает, в общем-то, заказывают. У меня их просто в огромном количестве. Все, кому не лень. Объясню, почему. Кто работает в светлых, не обязательно белых. Вот уже берут и в светлых рубашках, блузках. Все пользуются этими салфетками. Потому что нереально быстро удаляют все пятна. И получается вы... Ну, высохло. И вы можете дальше работать. И не думать, как бы мне поменять ту же блузочку или рубашечку. Поэтому эти салфетки просто великолепная. Находка для тех, кто работает в светлой одежде. Была хорошая цена на такую вещь серии про ноги. Ванночка для ног. Расслабляющую вот мне заказали. Но при заказе двух продуктов цена, если я не ошибаюсь, была, по-моему, 69 рублей. Шикарная ванночка для ног. У кого ножки устают, девочки, попробуйте. Тоже очень хорошая. И заказали бальзам для усталых ног. Сейчас я вам покажу, попытаюсь. Как-то вот что-то не хочет он. Вот. Хорошо сфокусировался. Это ментол и арника. Арника хороша чем? Тем, что она способствует улучшению микроциркуляции вен. Ну, опять же, только верхних вы не обольщайтесь. Внутренние вены, конечно, это не вылечит. Но, по крайней мере, такие вот поддержит. И с ментолом. Ментол хорошо успокаивает, охлаждает ноги. И имеет такой, слегка, знаете, аромат, который, если у кого-то, вот у меня, например, знакомая, пользуется, чтобы не сильно пахло потом. Ну, это опять разные все люди. Кому что нравится. Забыла опять про дом Фаберлик. Еще вот тут попалось. Я думала, что что-то у меня в этот раз мало. Нет, у меня дома Фаберлик достаточно много. Это карандаш пятновыводитель. Чем он хорош? Опять же, вы нанесли этот карандаш и оставили. Через некоторое время замыли. И тоже у вас нет пятнышек. Можно, знаете, как делать? Я, например, замыливаю такие места, вот карандашом натираю и через 10-15 минут ставлю машинку в стирку. То есть, очень удобная вещь и экономичная. То есть, он стоит с небольшим рублей и хватает его на очень долго. Следующее, что заказали, это Фаберлик детские салфетки. Вот такие. Очень у них такая позитивная, яркая, красочная упаковка. Аромат не могу сказать, потому что не себе. Ну, нарисована клубничка. Надеюсь, что будет аромат клубнички. Значит, вот такой вот крем-бальзам после бритья. Тоже его заказывают у меня очень часто. Он для чувствительной кожи. И гель после бритья. Достаточно хороший аромат. Я тоже супругу покупала. Мужу очень нравится. Он с удовольствием пользуется. Что еще? Крем для рук детский. Я так тоже думаю, что с ароматом клубники, опять же, не могу открыть. По той простой причине, что это не мое. Еще, чем мне нравится в Фаберлике, вот посмотрите. Здесь есть контроль вскрытия. То есть, если я открою, то это будет понятно, что он уже вскрывался. Вот он не вскрывался. Поэтому все-таки, ну, я не знаю, либо мое такое мнение. Все-таки хорошо, когда имеется такой контроль вскрытия. То есть, вы понимаете, что вы первые открыли, никто до вас туда не лазил, ничего не трогал, ничего не смотрел. Особенно, когда вы заказываете через кого-то. Допустим, вот меня заказали. Заказали Фаберлик тени. Вот такие вот зелененькие. У меня тоже из этой же серии есть тень. Чуть не разбила, пардон. Вот такие вот тени. И, наверное, чтобы не тянуть, я вам сейчас покажу то, что, в общем-то, новинки. И те, что я новинки каталога. Значит, заказали вот такую вот губочку. Заказала не я. Потом, когда я ее посмотрела, я поняла, что зря я себе не заказала. Чем она удобна? Губка для мытья стаканов. Здесь у меня на даче есть стаканчики, которые, в общем, достаточно глубокие. И не очень удобно их мыть. Не такие длинные, узкие. И, посмотрите, телескопическая ручечка. Она фиксируется. Все. То есть она плотненькая. Шикарная просто вот губочка. В общем, и цена у нее тоже была не заоблачная. Достаточно достойная. В этот раз у меня обувь. Заказали у меня вот такую модель. Сейчас я вам покажу. И сейчас мы вместе с вами посмотрим. Приходит она вот всегда в таком пакете. По крайней мере, до этого выложили. У меня тоже был заказ с липоны. И сейчас у меня вот заказали. Сейчас мы с вами вместе посмотрим. Ну, знаете, такое очень приятного качества. Мягенькие. Мне нравится. Не знаю, как будут смотреться на ноге. Потому что это 38 размер. Заказываю не я. Но по виду все сделано очень хорошо. Очень идеально. В общем-то, девочка уже заказывает обувь фаберликовскую не первый раз. И всегда очень довольна. Уже, наверное, скоро перейдет на обувь от фаберлик. Также заказали у меня две кофточки. Сейчас я вам покажу. Сейчас мы с вами... Ну, давайте сначала вот так посмотрим. Это трикотажный джемпер с отделкой из кружева. Вот такой вот. И давайте посмотрим, что он из себя представляет. Значит, вот такая вот кофточка. Кружевточка 44 размера. Она состоит у нас из хлопок и полиэстер. Сейчас посмотрим. Слегка тянется. По виду просто шикарная на лето. Я не знаю. Все сделано очень хорошо. Здесь прозрачненькая получается. Да, если кто-то не любит, то есть ему придется что-то пододеть. Какую-то маечку. На маечку, наверное, не очень хорошо. Ну, вот будет вот так вот прозрачненько. Вот так вот она выглядит. Если издалека. Очень хорошего качества. Все шикарно прошито. Видите, как вот сделана вышивка. Шитье пришито. Очень хорошо. И все прекрасно смотрится. Значит, следующее, что... Это кофта тоже от Фаберлик, но уже другая заказывала. Это 54 размер. Вот такая вот кофточка. Она эластичная. Слегка тянется. Знаете, на ощупь очень приятная. Хорошо прошита. Сейчас я вам покажу, как она выглядит издалека. Вот так вот выглядит. Знаете, я бы не сказала, что она 54 размера. То есть она не большая. Я думаю, что, наверное, где-то те, кто любит носить свободное, больше на размер 50-52. Потому что все-таки кто носит 54 размер, скорее всего, хотят скрыть какие-то складочки одежды, под одеждой. И получается, конечно, им надо брать немножко на размер больше. Тогда никаких складочек не будет видно. То есть это будет все плавненько спускаться, и вы это не увидите. Что еще? Это ампульный концентрат. Вот так вот он выглядит. Извините. Одна ампулка. Ее... Она очень хорошо действует на волосах. Она, конечно, не на один раз, если у вас короткие волосы. Если у вас длинные, вот как у меня, то мне хватает на одни. Я наношу на сухие волосы, на кончики волос. То есть вот такая вот ампулка. Чем еще хороша, видите? То есть ее не надо ничем подпиливать, особенно те, кто раньше... Все, как-то вот так вот покажу. Вот так. Просто вы надламываете. Она хорошо надламывается. Все без проблем. И другую. Другая. Это вот самый, наверное, лучший концентрат. Это для восстановления структуры волос. То есть попробуйте. Очень реально видно результат прямо после первого раза. Еще что в заказе. Снова у меня заказали вот такое метаускорение. То есть это для тех, кто следит за своим весом. Вот так вот покажу серия. И еще мне очень нравится вот эта вот серия. Я себе тоже ее заказывала. Особенно, знаете, когда бывают какие-то нервные стрессы. И ты понимаешь, что тебе постоянно хочется сладкое. Но сладкое уже дает, естественно, большое количество калорий. Хорошего, сами понимаете, ничего в этом не будет. Поэтому, что нужно. То есть как-то контролировать сладкое. Ну, естественно, не всегда получается самой. Здесь достаточно хороший состав, натуральный продукт. И получается, что вместе с ним он вам поможет. Это для тех, кто не может контролировать сладкое сам. Ну, количество съеденного... Нет, даже, наверное, не так. Так, для тех, кто не контролирует тягу к сладкому. Да, есть те люди, которые... Ну, без разницы, есть сладкое, нет. Есть те, которые очень любят сладкое. Поэтому, в общем-то, со сладким, у кого напряженка, кто его очень любит, может попробовать вот именно вот этот препарат. На самом деле работает. Я тоже его покупала, пропивала, пропивала моя дочка. Ну, я уже говорила, что у нас такая вот проблема есть. И подтверждение этому вы видели, наверное, у меня в пустых баночках. То есть они у меня там периодически появляются. Вот эти вот два препарата. Ну, на этом обзор того, что я получила по восьмому каталогу от компании Фаберлик, закончен. С вами была Алена. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин